В эфире Вектор ТВ, программа Рубикон. Вашему вниманию обзор чрезвычайных происшествий, отмеченных в Новополоцке и регионе в студии Александра Качан. Здравствуйте! Суд Новополоцка вынес приговор жителю города, который незаконно хранил, перевозил и незаконно сбывал наркотическое средство – марихуану. Сентябрь 2017 года. Это осмотр личного автомобиля задержанного, а это уже обыск в его квартире. Оперативники тогда изъяли более полутора килограмма высушенного вещества растительного происхождения. Экспертиза подтвердила – это опасное наркотическое средство – марихуана. Часть этого вещества в сентябре 2017 года он сбыл другому гражданину. Он же, находясь в состоянии, которое было вызвано употреблением наркотических средств, незаконно, с целью сбыта, хранил и перевозил в автомобиле по территории Республики Беларусь данное наркотическое вещество. 28 сентября 2017 года данный гражданин был задержан сотрудниками милиции. Суда мужчина ожидал в СИЗО. Слушания по делу начались в апреле этого года, а 16 мая суд города вынес приговор. 38-летний новополочанин обвиняется в незаконных с целью сбыта, хранения и перевозки, незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. На основании части 3 статьи 328 ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима и конфискация имущества. В ходе судебного заседания обвиняемый вину свою не признал, пояснил, что хранил коноплю в исследовательских целях и часть наркотического вещества марихуана употребил сам. При этом адвокатам в интересах обвиняемого была подана апелляционная жалоба, в которой он просил переквалифицировать его действия на часть 1 статьи 328, а именно хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта, а также назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества. Убийство в Рассонском районе. 59-летний местный житель средь бела дня ножом ударил пенсионера в грудь. Конфликт произошел 26 мая, сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Встретившись около 15 часов 40 минут с потерпевшим на улице в деревне, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Следователи в отношении 59-летнего рабочего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. По месту его жительства обнаружено и изъято два ножа. Расследование продолжается. Мебель под заказ. Новополочанин предлагал сделать ее быстро, дешево и качественно. При этом не являлся предпринимателем, а получив предоплату, договоренности не выполнял. Подпольный цех. Здесь новополоский мебельщик хранил необходимые инструменты, фурнитуру. Заказы брал в основном на изготовление встроенной мебели, кухни, шкафы, купе. У клиентов брал предоплату, при этом документальной сделки не оформлял. И исполнить договоренность не спешил. Когда стали более подробно разбираться, оказалось, что данный гражданин не имеет государственной регистрации в качестве предпринимателя. Нигде официально не работал. Заказы принимал, скажем так, в темную. Он практически все заказы не исполнял в срок, оговоренный клиентами. Некоторые заказы вообще не исполнил до настоящего времени. И люди не имеют возможности пользоваться той же кухней полноценно. Так и не дождавшись исполнения договоренности в полном объеме, люди стали обращаться к правоохранителям. Финансовая милиция начала проверку. В итоге оперативники установили 13 клиентов. Провели обыск подпольного цеха по изготовлению мебели, установили поставщиков фурнитуры. Сумма незаконного дохода превысила 37 тысяч белорусских рублей. 31-летний мебельщик подозревается в незаконной предпринимательской деятельности. 17 мая 2018 года Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Новополоцка по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Санкции, указанной статьей Уголовного кодекса, предусматривают наказание до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Помимо уголовной ответственности, подозреваемый понес административное наказание. Составлено 13 протоколов за принятие иностранной валюты в качестве платежного средства. Проигнорировал требования дорожного знака, получил штраф. Госавтоинспекторы провели спецоперацию, в ходе которой проверили соблюдение водителями правил проезда железнодорожных переездов. Железнодорожная станция Боровуха и выстроенные в ряд нарушители. Госавтоинспекторы один за другим составляют административные протоколы. Водители проигнорировали требования установленных знаков. Проезд на запрещающий сигнал светофора, который установлен перед железнодорожным переездом, запрещен. Ответственность предусматривается по статье 18.15 Кодекса об административных правонарушениях. Также данной статьей административного кодекса предусмотрено взыскание в отношении водителей, которые при подъезде к железнодорожному переезду не выполняют требования сигналов регулирования, в том числе дорожного знака движения без остановки запрещено. Проведенная спецоперация направлена на предупреждение аварийности на железнодорожных переездах. За подобные нарушения штраф составляет от двух до четырех базовых величин. Напомню, что в эти дни вплоть до 5 июня на дорогах республики проводится профилактическая акция «Внимание, дети!». Обязательные требования для автомобилей – передвижение с включенным ближним светом фар или ходовыми огнями. Главная цель акции – напомнить всем участникам дорожного движения о начале детских летних каникул. Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах. Пристальное внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей и проезда нерегулируемых пешеходных переходов. За первые дни проведения акции в Новополоцке выявлено более 200 нарушений. Со стороны водителей – непропуск пешеходов, перевозка детей с нарушением установленных требований. Со стороны пешеходов – переход проезжей части в неустановленном месте, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие фликера в темное время суток. На этом у нас все. Напомню, выпуски программы «Рубикон» доступны на официальном сайте Новополоцка, YouTube-канале «Вектор ТВ» и в социальной сети ВКонтакте. Наша программа прощается с вами на летнее время, а мы уходим в отпуск. Нашим телезрителям желаем удачных и благополучных летних месяцев. Ну а в эфире «Вектор ТВ» увидимся в новом сезоне. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!